всем привет друзья вы на канале с миру по пиву приветствую вас секретной лаборатории изучения пива и сегодня у нас будет очень интересный эксперимент поехали друзья мои эксперимент заключается у нас вот в чем есть пиво свежесваренное живое пиво прямо с пивоварни гост 31 711 2012 прямо с пивоварни представляете живое живое светло фильтрованная не пастеризованная варит это пиво как вы думаете кто пивзавод трехсосинский фильтрованная без консервантов срок годности у пива два месяца смотрите выпущено но было 29 июля и должно оно было почить в базе 26 сентября у нас сегодня двадцать восьмое декабря представьте да пиво просрочено на три месяца сейчас мы его откроем нальем и попробуем интересно испортилось пиво мне кажется это все маркетология и пиво трехсосинского пивзавода может жить намного дольше нежели указанные два месяца давайте нальем пиво послушаем аромат и конечно же продегустируем пузыри друзья мои в бутылке их немного но они есть вообще в чем фишка не пастеризованного пива из коротких сроков годности у нас люди очень любят вот если короткий срок годности то это все откуда это все идет это все идет из советского союза там пиво скисала прямо в бутылке на 4 или 5 день но мало кто знает что советское пиво но даже советскому госту то не соответствовало потому что жигулевская пиво она по госту должно было храниться не менее семи суток она скисала на 4 5 день причем кислото пиво совсем не из-за натуральности какой-то своей а из-за того что она разливалась в условиях где не было стерильности одним словом него попадали бактерии и микробы при разливе кто-то мне сейчас скажет да как так то не могло советское пиво развиваться в условиях отсутствие стерильности это невозможно но друзья мои пиво киснет только по одной причине в случае его заражения можете спросить у любого домашнего пивовара вот уж кто кто точно варит себе самое качественное пиво и самого лучшего сырья сколько хранится домашнее пиво и домашний пиво вам скажет в минимум полгода а то и год если это какой-нибудь имперец так и несколько лет она будет храниться ничего ему не будет и так что у нас пишет официальный сайт по поводу своего пива официальный сайт трехсосинского из ульяновска короткий срок хранения и отсутствие пастеризации делают вкус этого свежего пива легким и мягким с приятной горчинкой хмеля в послевкусии и так еще раз я вам показываю пиво просрочено ровно на три месяца ну цвет такой карамельный кажется карамельный соло туда добавлен я так думаю став посмотрим салпи вареные члены светлый салпи вареные члены карамельный хмель ну да точно насыпали то матвеевичем уже ничем не удивить слушаем аромат в аромате знаете такая размытая сладость сладость карамельного солода чуточку зерна и пожалуй все размытый карамельный солод в аромате кислым не пахнет пробуем вкус водянистое пиво в меру такое знаете сладковатое совершенно не кислое солодовое пиво со сладостью карамели небольшой такой чуть явный кукурузный оттенок и не намека на хмелевую горечь друзья мои пиво абсолютно не испорченное пиво нормальное пиво пивабельное прикиньте но просрочено на три месяца что это говорит друзья мои это говорит о том что во первых пиво у трехсосинского пивзавода качественная потому что если бы она быстро скисала я бы его качественным ни в коем случае не назвал но никто вообще в принципе из людей кто в пиве разбирается никогда в жизни не назвал бы быстро скисающее пиво качественным пиво качественным но зачем они тогда пишут живое пиво скорее всего они это пишут для того чтобы люди просто его покупали ну люди клюют на вот эту маркетологический развод который еще в 90-е годы появился это ведь не в советском союзе появилось понятие живое пиво в советском союзе вообще никто не слышал про такое понятие как живое просто но там очень быстро портилась и скисала это я про бутылочное разливное как правило буфетчики разбавляли будь здоров а в 90-е годы ушлые маркетологи быстро поймали эту тему ностальгия по советскому союзу по быстро скисающему быстро портящемуся пиву и придумали такой термин живое пиво то есть она живет якобы совсем чуть-чуть никаких нем консервантов нету хотя в обычном пиве друзья мои тоже нет никаких консервантов кроме естественных хмеля естественной углекислоты и спирта который получается в результате брожения солода вот и все вот три основных консерванта никакой консервации никакой пастеризации в принципе и не надо для качественного пива если мы возьмем с вами вяча рижская она не пастеризованная но хранится 9 месяцев вполне нормально хамель конечно немножко портится становится более грубым но тем не менее она не портится пить его можно я так думаю даже больше 9 месяцев она проживет в данном случае два месяца очень интересный такой конечно указан этому пиву срок почему 2 почему не месяц почему не 3 почему не 4 почему не полгода почему 2 вот сейчас этому пиву с момента разлива прошло 5 месяцев оно должно было жить как заявлено всего два но это заявлено маркетологами на самом-то деле она абсолютно нормально она не скисшая не прокисшая не испорченная не коим рази и друзья а вот сейчас она постояла знаете подышала и в нем такой какой-то оттенок подсолнечного масла появился в аромате что-то диацетил пробуем еще раз вкус точно такой же нормальный к слову нормальный вкус это пиво определенно можно пить карамельный солод удивительная вещь он скрашивает все вот эти вот региональные косяки молодцы пивовары в данном случае а вот именно здесь маркетологи конечно перепрыгнули сами себя два месяца говорили пиво годно да фиг вам друзья мои фиг вам маркетологи она через пять месяцев у вас абсолютно свежая и вкусная друзья мои сегодня у нас был обзор живого пива которое было просрочено на целых три месяца и что оказалось казалось что пиво то абсолютно не испорченная а нормальная маркетологи трехсосинского пивзавода перепрыгнули сами себя пообещали всего два месяца этому пиву а прошло пять и абсолютно это пиво не испортилось молодой человек мы русские не обманываем друг друга может быть она даже вкуснее стало чем было не знаю по крайней мере она вполне себе нормально приятно пьется ничего в нем отвратительного совершенно нет все это большая маркетология или мракетология кому теперь верить друзья мои как говорил борис николаевич ельцин царство ему небесное в этом вопросе я просто верю самому себе подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале миру по пиву всем удачи и пенного настроения пока